Марат Гельман — это бес, которого надо гнать отовсюду всеми способами, не только из Перми, но и вообще из России. Все, что он делает, — это абсолютное зло. И в том числе его деятельность в Перми — это по превращению вполне приличного города с очень хорошими такими уральскими традициями. А вот в это сборище всех маргиналов от искусства, всех жуликов от искусства и трата на это огромные деньги, это, конечно, было очень вредоносно. В свое время, когда губернатор Черкунов пришел к власти, ему нужна была какая-то идеология для города. По сути дела, у него была подсказка, у нас писатель молодой Алексей Иванов написал «Сердце парам» и «Золото бунта», великие такие книги о пермском народе, о пермском крае, о трагической истории этого всего. И там же к этому пристегнуты и пермский здельный стиль, и много всяких интересных таких вещей, которые довольно интегральны. И если это взять было за идеологию, то это прекрасная концепция и для гордости своим краем, и туристическая составляющая в ней была. То есть эта концепция еще бы и деньги приносила. А что сделал Гельман? Мало того, что было потеряно 10 лет, то есть вместо хорошей концепции была предложена плохая, откуда-то в Пермь, далеко, на Урал должны были ездить какие-то мировые художники, которые там поезжали, устраивали какие-то свои шабаши. На это тратились деньги пермяков, ничего с этого не зарабатывалось. Это злило только всех людей. Полное со своими корнями расставание происходит, потому что какое отношение все их инсталляции имели к истории этого края. Ну то есть полный абсолютный абсурд, абсолютное зло, еще раз говорю. Я не понимаю, почему новый губернатор два года ждал и не покончил с этим одним разом. Давно пора Гельмана было выгнать. И еще раз говорю, не только из Перми, его надо гнать и из России.